Первое мое знакомство, и когда я что-то рассказываю о себе, я общаюсь с этой куклой, например, и играю ей на этом музыкальном инструменте. Со мной вместе работает моя дочка Шелли со своим барабаном большим. Привет, Игорь, привет! 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 Первая реакция была улыбнуться и посмотреть на эту куклу, потому что у нее большие круглые глаза, огромный рот, она привлекает внимание. И ребенок, который заходит ко мне в студию, он не знает о том, что я Ира Шерель, и я занимаюсь музыкальной терапией. Я работаю с куклами, и что вот этот рот большой открывающийся для привлечения внимания, и глаза выпученные тоже. И что маска у меня иногда появляется на глазах. Для чего? Для того, чтобы они сфокусировались на этой маске. И тут я ее снимаю, и они видят мои глаза. Ребенок, который заходит в студию музыкальной терапии, об этом ничего не знает. И очень часто я не знаю ничего об этом ребенке. Вот он ко мне пришел, и я должна его прочитать, как чистый листик бумажки, как искорку маленькую, которая забежала ко мне. Я сразу чувствую что-то очень доминантное в этом ребенке. И занимаюсь развитием именно этого доминантного. Я привлекаю внимание именно теми вещами занимаюсь, которые мне нравятся в этом малыше. Точно так же ребеночек реагирует на музыкальный звук. То есть первое мое знакомство, и когда я что-то рассказываю о себе, я общаюсь с этой куклой, например, и играю ей на этом музыкальном инструменте. Со мной вместе работает моя дочка Шелли. Со своим барабаном большим. И все это дает обстановке быть непринужденной, расслабленной и очень приятной. Когда ребенок чувствует, что не сфокусировались на проблеме, не сфокусировали внимание на чем-то, что он не может сделать, он расслабляется, отпускает даже мышцы. Он становится расслабленными в его теле. И вот именно в этот момент, расслабленный момент, он слышит звуки и хочет уловить эти звуки. Он приближается к этим звукам. И тут-то я могу закончить их играть и сказать «Ла-ла-ла». И он вдруг скажет это слово. То есть моя методика музыкальной терапии построена именно на том, чтобы я расслабила. Расслабила, расслабила ребенка. И в этой непринужденной атмосфере на расслаблении происходят какие-то сфокусированные моменты. И понимание даже чего-то, что раньше он не знал и не обращал внимания. Можно задать вопрос Шелли. Она работает со мной с 8-летнего возраста. И из всех моих троих детей Шелли очень интересуются именно моментами йога-терапии, а это опять же расслабление, медитациями, опять же расслабление, музыкальной терапии, которая построена на расслаблении и на всех звуках, которые с эхом. И мы хотим уловить это эхо. И последний, самый маленький звук этого эхо. И расслабляем мышцы на лице, расслабляем мышцы на руках, на ногах, чтобы уловить этот звук. И в этот момент у нас открывается какое-то понимание, и мы можем ребенка обучить чему-то. То есть именно на расслабление идет обучение. И вот это очень интересует мою девочку Шелли, которая тоже может сказать что-то. Как ты работаешь с детишками, когда приходишь? Я каждый раз, когда кто-то приходит, я его тоже, как ты в самом начале, интересно, изучаю. И замечаю, что у каждого есть какой-то другой талант. Один подошел к пианино, вижу, что он прям хочет уловить, включает произведение там и с ним играет. Иногда люблю изучать и смотреть, что ему нравится. Например, на пантами чуть-чуть ему даю что-то новое показать, чтобы он замечал какие-то новые вещи. И нету что-то одно, а есть много разных. Как ты учишь играть на барабане, на пантами? Или играть с восьмилетнего возраста на пантами? И у нас их два. И один мы даем ребенку. Мы сегодня принесли один, но обычно это два. И ребенок учится делать это движение. Он просто смотрит и повторяет. И иногда можно какие-то моменты ухватить, что он смотрит в глаза иногда, как с маской. И прикольно получается, контакт есть. И даже когда без, можно закрыть тоже глаза и сыграть. Как он чувствует, как ему нужно его почувствовать и подумать, как ему удобно, как ему легче. Некоторым с закрытыми глазами, некоторые крытые, некоторые на чего-то другое посмотреть, как на бабочки. А можно я тебя попрошу поиграть с закрытыми глазами, чтобы поняли, что такое с закрытыми глазами? Вот может ребенок прийти и увидит Шелли с закрытыми глазами. Он начинает очень интересоваться. Эти девочки заглядывают, смотрят, ходят вокруг, трогают ее. А она сидит и играет с закрытыми глазами. Тебя где-то с закрытыми глазами. Происходит обучение. Какой бы ребенок не пришел, его всегда можно заинтересовать или звуком, или неожиданным каким-то действием. И что Шелли делает, она делает интуитивно, потому что она ребенок. Но она всегда улыбается этому ребенку, которого она встречает. И вот эта ее доброжелательность, она, я считаю, лечебная. Я думаю, что, когда есть ребенок и ребенок видит, что, как делать, как пример на него, так он иногда может повторить и понимать, что как можно, как не можно, иногда как стук правильно и как неправильно. Иногда может повторять, ему будет удобно, когда есть еще один ребенок рядом с ним. А у некоторых, когда они одни. Поэтому иногда я с мамой тоже, иногда они тоже хотят как одни чуть-чуть побыть и сыграть. Но обычно им легче, когда с кем-то тоже, когда они чувствуют, что они одни, есть еще один ребенок. Вот мы объясним, почему бабочки. Теперь я обращусь ко всем родителям. Бабочки — это символ легкости и красоты. Если что-то не удается, то нужно расслабиться и посмотреть на что-то красивое, послушать что-то приятное. Тогда происходит какое-то образовывается, я бы так сформулировала, место и в душе, и в голове для принятия новой информации. То есть это не просто так бабочки, это символика, которая очень хорошо влияет на мышление и взрослых, и детей. Это красивые крылья, это разноцветные. Ты смотришь, воспринимают глаза, воспринимают красоту, цвет. Могут быть разные крылья. И можно с этим ребенком полетать. То есть не обязательно покупать крылья. Можно взять цветную тряпочку. Или самой нарисовать. Ну, нарисовать — это тогда, опять же, должна быть какая-то тряпочка. То есть я очень рекомендую родителям накупить легких тряпочек. Даже остатки от каких-то легких тканей. Но чтобы это были разные цвета. Чтобы было хотя бы 10 цветов каких-то... Сейчас я договорю свою фразу. Разных-разных оттенков. И ребенок обязательно через глаза, он тоже будет получать эту терапию, цветотерапию. То есть он может заинтересоваться каким-то цветом. Это заполнит его какое-то пространство. На этом фоне можно спеть ему какой-то звук. Очень-очень частый вопрос родителей. У нас нету этих красивых барабанов дома. У нас нету крыльев бабочек, нету корон на голове. Что нам делать? Как мы можем музыкально продолжить развивать малыша? Шелли дала один раз очень хороший совет. Что нужно улыбнуться и через глаза показать ему, что все хорошо. А после этого вместо разговора пропеть это предложение. То есть, например, хочется ребенка, чтобы он что-то съел. А давай ты съешь, а давай ты съешь. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Всегда обращение через ритм и через пение работает как удивление у этого ребенка. Через удивление происходит контакт глазами. Он же смотрит, вдруг родитель затопал ногами, захлопал в ладоши и спел. Это удивляет. И тогда он заинтересовывается. Тогда можно просто сказать фразу. Я хочу, чтобы ты обязательно сейчас покушал. Сеет, покушай. А мы пойдем поесть, и будет нам очень вкусно. И опять ребенок заинтересуется. То есть, каждая просьба может идти через ритм. Для этого не нужны барабаны. У нас есть ноги, у нас есть руки, у нас есть голос. Тогда следующий вопрос от родителя. Я не оперный певец, я не умею петь. Нету человека, который бы не умел маршировать или ходить, или хлопать в ладоши. Таких людей нету. Если есть две ноги и две руки, они могут хлопать, топать. А голос просто разговаривает. Это можно настроиться на то, что ты речитатив. Речитатив – это разговор через хлопки и движения. Но это всегда вызывает в ребенке интерес, удивление, и он идет на контакт. И он даже может услышать, что в просьбе просят есть, ложиться спать. Да, или рисовать, или уйти гулять, или пойти к врачу, или еще что-то. Вот это очень глобальное, такое новое что-то, что я всегда вношу в семьи с детишками, с родителями. Хорошо тоже изучать, что они именно любят тоже. Давайте многие разные вещи, интересы новые, чтобы им было каждый раз интересно, изучали какие-то новые вещи. Всегда вот этот барабан называется «Ханг». У Шелли есть, немножко порекламирую, потому что у Шелли есть YouTube-канал, в котором она играет очень много на этом барабане. Поэтому можно всегда спросить Шелли Yoga Music, всегда послушать, как ребенок играет на этом барабане. И поставить даже это фоном музыкальным. И под этот музыкальный фон, потому что это можно разговаривать и общаться, это очень успокаивает. Под музыкальный фон барабана, который называется «Пантом» или «Ханг», под этот фон можно настраиваться на сон целый час. Перед сном очень хорошо слушать инструмент, который называется «Ханг», «Ханг-драм». И это уже музыкальная терапия. Как ты укладываешь ребенка спать, это очень важно. До того, за час, до того, как он лег в кровать и угомонился, что он слушал, что он воспринимал, это очень важно. Если свет не яркий и музыка вот из такого музыкального инструмента, то он успокаивается. Это влияет на его подсознание. Детки, которые были. Например, Тимур. Я настоятельно прошу родителей перекрестные движения делать и внести их в жизнь каждодневную, потому что это очень разовьет его мышление. Хлопки и перекрест ногами, даже прыгать можно с Тимуром. Прыгать на перекрест вот так и хлопать ручками и делать разные ритмы. Он очень хорошо обучаем ритмам. Я очень советую все, что я сказала до этого про певание каких-то команд, каких-то просьб, простукивания, у него может идти через разные движения. Влево-вправо. И очень важно Тимуру обнимать самого себя и обнимать маму. Обнимание тоже идет на перекрест. На перекрест движения. А обнимать маму это вот так. А себя это тоже перекрест. Двойняшки, которые у нас были, это Егор и Илья. Они по-разному себя проявили. И на предыдущих уроках они очень хорошо, активно участвовали в контакте. И пели, и разговаривали. Но поскольку мы занимались творчеством, и их снимали, то это было очень рассеянное внимание. Илья, 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 Илья. Позови туда, Илью. Илья, Илья, Илья. Кричи туда. Ау! Привет, Егор, привет! 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 Ты помнишь, как мы играли с куклой? Егору я очень рекомендую, очень рекомендую, да, сделать несколько кукол из носков. Просто берешь носок, и вот это вот уже большой рот. Здесь на этот носок. Можно нарисовать глаза на нем. А рот так и остается ртом. Но внутри можно сделать красное. Получается совсем хорошая кукла. И он будет это одевать. Это текстильно, просто очень приятно. Можно одевать гольфы, из гольфов. Сделать куклу. Можно сделать ему на две руки, чтобы он общался. Потому что его внимание было сосредоточено на этой кукле. А куклу не обязательно шить, делать, покупать. Это не обязательно. Можно взять, стянуть носок. Один раз я пришла без игрушек. И это была зима. Я просто сняла гольфы и сделала из них куклы. Я нарисовала фломастером глаза. И был контакт. И поставила музыку с телефона, в которой Шелли играла на ханге. И было прекрасно. Потому что дети реагировали на перекрест. И так, и сяк. И опять же, чувство юмора вызывает расслабление. Правда? Это очень смешно. Когда ты делаешь... Или все добавляется? У меня есть два диска, которые я выпустила на словосочетание. Вместо песни со словами есть словосочетание. Па-па-па, пара-пири-пири-пири, па-па-па, та-та-та. Значит, детишки, которые нуждаются в таких словосочетаниях и построении языка, опять же, могут делать это вместе с куклами. И те, кто нуждается в такой развитии речи, он может обратиться в центр города Вит. И я перешлю ему вот эти песни, которые построены на словосочетаниях и чувстве юмора. Потому что я играю на фортепиано и пою, и смеюсь, и веселюсь. И это все создает такую атмосферу, что очень хочется прыгнуть, топнуть, шлепнуть и сделать. Мотивация на то, чтобы пойти на контакт и сделать. Поэтому я с удовольствием поделюсь. Илья... Илья очень музыкальный. С Ильей я просто бы пропевала. Вот как раз то, что я сказала. Он очень-очень подходит для пропевания песен. Прямо пропевать с ним, ходить и пропевать. И тогда он будет и разговаривать намного большими предложениями. Очень-очень у него сдвинется именно на эмоциональной основе. У него поднимется его... И вот этот языковый барьер можно сломать. Поднимется его умение разговаривать предложениями. Илья! 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 Молодец! Молодец! О, Илья! О, Илья! Илья! Есть съемки про девочку-нуки. Она прекрасно, совершенно прекрасно пропевала низкие звуки, средние звуки и высокие звуки. Низкий звук это был... Молодец! Илья! 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 В медитациях по йоге У считается очень низким звуком. Поэтому Ноки прямо старалась пробивать этот звук, делала голос низким. Звук А – это звук середины, наше сердце. Ноки очень хорошо пробивала Ла-Ла-Ла, Ма-Лэ – это звук очень мягкий. Поэтому ей это удавалось сделать хорошо. Потом мы делали самые высокие на И. Она очень старательно это делала, и она прямо прорывала это как гамму. И очень, очень ей нравилась эта форма работы. И есть еще вот такой вот прибор, который никто не слышит, не видит даже, что он делает. Но он дрожит и создает звук. Если я поставлю шею, она услышит звук До, ноту До, которая будет слышна и во всем организме. Поверьте на слово. И камертон, лечебный камертон. Поэтому этот звук, да, этот звук Ноки полюбила, и она даже выпрямлялась немножко, чтобы его услышать. Такие камертоны – это тоже в моей практике, но я очень хочу дать советы родителям, которые без инструментов, без камертонов. Так вот, звук У, А, И можно делать без ничего. Просто сделать голос ниже, в середине и выше. И опять в середине и ниже. И играть с этим, например, низкий, высокий, низкий, середина, 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 высокий, низкий. Очень-очень рекомендую. То есть, опять же, можно поставить фоном какую-то музыку, которая должна быть приятна. То есть, родители не должны ставить музыку, которая неприятна им. Потому что ребенок ловит их звуковую волну. Если родители не любят Моцарта, он должен его ставить. Правда, потому что Моцарт, он Моцарт, который написал произведения. Конкретно это «Мамя». Музыка эта раздражает ее, то ни в коем случае ставить это не надо. Просто есть такой миф в Древней Греции, что Моцарт очень хорошо влияет на головной мозг. И родители не любят эту музыку, но ставят ее, потому что так считается. Так вот, это неправильно. Она, конечно, влияет прекрасно, головной мозг. Но тогда можно пригласить нянечку, которая послушает ее с ребенком. Если родители сидят и слушают только потому, что кто-то сказал, что это полезно, но она ему не нравится, лучше это не делать. Потому что ребенок всегда вначале ловит звуковую волну от родителя, а потом уже от того, что он слушает. Ему очень важно, как рядом человек, который его растит и каждый день живет, как он реагирует на то, что он это делает. И вот именно это является доминантным фактором. А следующим фактором уже, что они слушают. Мама должна получать какое-то расслабление сама и удовольствие. Тогда оно переходит на ребенка. Я имею в виду только родители. Только рядом, которые все время 24 часа вместе, рядышком находятся. Нельзя страдать от какой-то музыки и внушать ребенку, что она ему помогает. Я считаю, что если родителям нравится какой-то определенный стиль музыки, и он получает от этого удовольствие, он расслабляется, ему хорошо. И ребенок именно ловит эту волну. Он потом может определить свой вкус сам. Или найти, что они его полюбят. Нет, это мое личное мнение. Я имею в виду ребеночка, которому 2, 3, 4, которые просто находятся все время в контакте с родителями. Родители должны жить и получать какое-то удовольствие в свободное время от музыки, которая им приятна. Радует. Да, которая их радует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова